Слава Украине! Привет всем от Полонского! Персидент Российской Федерации по фамилии Путин, знаете, такой маленький бегает, плешенький, да, подписал закон, значит, о том, что запрещается к использованию, в официальном использовании, иностранные слова, если имеются российские аналоги. Ну так вот, действительно, давайте разберемся. По-моему, значит, пора действительно это все делать и запрещать иностранные слова. Ну, начнем сначала, как говорится. Итак, слово Россия. Это не русское ни разу слово. Было слово Русь, которое к вам никого отношения не имеет, но здесь, в данном случае, имеется в виду Россия. То в том виде, в котором Петр Первый украл это имя. Так вот, я вам сообщаю, как говорится, с огромным прискорбием, что слово Россия не русского происхождения. Это греческое слово, да. Это греческое слово, пишется оно по-гречески, и Петр Первый слямзил его именно у греков с греческих карт. Поэтому придется переименовать, значит, в то, как это было раньше. Раньше это была Московщина. Значит, вот и называйте Московщиной. Не используйте заимствованных иностранных слов. Россия, что это за бред такой? Вы что это? Греция, страна НАТО. Черт не шо. Александр Македонский, практически пиндос. А вы вот это вот, значит, всю страну обозвали таким бранным словом. Нехорошо получилось. Значит так, пожалуйста, возвращаемся в Московщину. К исконным, к лапотной колецебереста и все туды-сюды. Дальше. Есть такое слово федерация, да? Федератио. Федератио, вот откуда оно пошло. Слово абсолютно латинское, никакого отношения к русскому языку не имеет. И придется заменять. Заменять в связи с тем, что есть аналоги российские. Ну, вот я бы назвал такой аналог, как, например, сборище или куча чего-либо там. Да, вот сборище или куча. Значит, получается, вот такая вот, значит, Российскую Федерацию придется переименовать, например, в москвитскую кучу. И, да, или какой-то, в московщанское сборище. Но московитская куча, по-моему, звучит вполне себе гордо, да? Вот. Ну и вишенка на торте, слово, значит, президент. Я вам опять-таки сообщаю с огромным прискорбием, слово президент не российского происхождения, не русского происхождения, это латинское слово. Опять-таки, латынь, сами подумайте, это Италия, страна НАТО, вот. Страна, которая помогает Украине оружием. Просто невероятная наглость, что должность вашего самого высокого этого вот товарища в вашей стране называется таким вот неподобным словом, непотребным словом из латинского языка, считай, итальянского. Это, конечно же, просто кошмар, полное нарушение вашего закона. Значит, слово президент придется отменить, тем паче, что есть вот, ну, не знаю, как его можно назвать. Самое первое, что приходит в голову, это хан. Да, и вот если все это вот, значит, президента, значит, заменяем на слово хан. И вот теперь все вместе это вот мы слепим, да, у нас получится хан московицкой кучей. Ну, и вот что, звучит гордо, по-моему. Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова